Добрый вечер, Осетия! 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 Но опять-таки Северная Осетия не является показателем части ценовой политики всего Мегафона. У Мегафона покрытие 100% России, и тарифы везде отличаются, это во-первых. Во-вторых, специфика бизнеса мобильного в России, она отличается от специфики в Южной Осетии. Ну, это накладывается различными причинами, это как географические, так и какие-то финансовые, экономические и прочее. Но, конечно, бытует мнение, что у нас самые дорогие услуги. Это абсолютно неправда, я могу каждому привести примеры, где на текущие моменты в прошлом стоимость услуг гораздо выше, чем, например, Мегафон Южной Осетии. Еще один немаловажный момент, это то, что те базовые тарифы, которые мы оперируем сегодня, которые доступны нашим клиентам, они были утверждены Советом Директоров еще, ну, так сказать, в начале достаточно успешного развития в 2011 году компании, да. И с тех пор вот все базовые тарифы, они остались неизменными. Более того, мы постоянно работаем и вводим опции, которые позволяют, чем больше человек той или иной услугой пользуется, чем больше наш абонент пользуется теми услугами, эти опции позволяют ему, ну, оптимизировать свои затраты. Поэтому говорить о том, что у нас очень дорогие услуги, я бы не стал. Да, они дороже, чем в России, но российские операторы – это нетипичный случай, скажем так, для всего мирового рынка мобильной связи, скажем так. Ну, опять же, для сравнения, в Владикавказе, например, безлимитный Мегафон, который можно пользоваться интернетом спокойно, он в три раза дешевле, можно сказать так. Потому что если у нас здесь максимально 2900 рублей, насколько я помню, да, самые, там, 30 гигабайт. Да, совершенно верно. Да, то, например, в Северной Осетии – это 850 рублей. Безлимитный. Я не спорю с тем, что у нас опции дороже. Я не спорю с этим. Я говорю о том, что экономически здесь мы в совершенно другой ситуации находимся, чем Мегафон российский. Как я уже сказал ранее, мы абсолютно независимы, здесь компания, и Мегафон на нас влияет, как наша, так сказать, ну, собственная компания «Заус Телекон». То есть, если вы сами… Работаем на совершенно разных рынках. Имеется в виду так, что вы сами можете принять решение, например, чтобы эти все опции, они были снижены в цене? Или как? Все тарифы мы, базовые, в том числе, да, которые мы, которые мы оперируем, которые предлагаем клиентам, мы их согласовали с сайтом директоров в 2011 году. Такое наше было условие. Акционеры, с российской стороны Мегафон и, так сказать, представители государства согласовали вот такую тарифную политику. Она может меняться? Конечно, конечно. А чего может поменяться, чтобы сделать их дешевле? Что должно пройти? Ну, здесь важен баланс тех задач, которые акционеры ставят, и, конечно же, так сказать, спроса населения. Здесь очень важен баланс, чтобы… Понимаете, в чем история? Вот, например, простой пример для вам. Да, у нас появилась 3G-сеть в 2011 году и 4G-сеть уже в 2013. И сейчас услуга доступа через сеть четвертого поколения, то, что мы называем 4G, достаточно востребована у нас. Но обратите внимание, что сеть четвертого поколения у нас появилась раньше, чем в республиках Северного Кавказа. Да. Это факт. Поэтому где здесь, так сказать, ну, баланс между тем, насколько компания может успешно развиваться и насколько там низкие должны быть тарифы. Здесь мы стараемся всегда выдержать баланс. Еще раз подчеркиваю, мы не поднимали базовый тариф из 2011 года. То есть, а в России они могут подниматься, опускаться уже по… На самом деле, сейчас так и происходит. Конечно, высокая конкуренция добавила операторам необходимости, наверное, как-то играть тарифами. Причем, опять-таки, я хочу сказать, что рынки разные в России в том числе. От региона к региону тарифная политика меняется у всех операторов. Есть регионы с двумя тарифными зонами и так далее. Не будем вдаваться в эти подробности. Но сейчас происходит то, что на российском рынке мы наблюдаем. А это рост тарифов. Мы, в свою очередь, будем стараться дальше. Базовый тариф мы не поднимали. Еще раз повторюсь. Но будем стараться их сдерживать в дальнейшем. Павел Иванович, вопрос, конечно, не в вашей компетенции. Но все-таки, может, вы знаете, почему другие операторы не приходят в нужную сеть? Ну, если честно, я действительно не в моей компетенции. Не готов сейчас ответить. Я почему спросил? Потому что вы сейчас… Мы только что говорили об этом, что конкуренция создает какую-то ценовую политику. Все равно тоже. Если придет, например, другая компания, другой оператор придет сюда, тот же МТС, например, появился в Южной Осетии, то, конечно же, ваши тарифы, они немножко уже снизятся. Я так думаю. Я не соглашусь по одной простой причине, потому что есть ряд примеров в мире, и далеко ходить не нужно в странах, которые тоже соседствуют с Российской Федерацией. При наличии двух операторов тариф на услуги, на базовые и на доступ в интернет в разы выше, чем у нас. Поэтому говорить о том, что конкуренция обязательно приводит к снижению цен, я бы не стал. И жизнь это подтверждает. То есть это еще не показатель этого? Однозначно нет. Ну понятно. Скажите, пожалуйста, а нельзя ли ввести хотя бы такую опцию, и как услуга называется, чтобы не по секунду, по секунду можно было считать, чтобы хотя бы с первой минуты разговора была бесплатна? Это возможно или нет? Ну... Имеется в виду, у нас очень бывает много людей, которые просто как бы на коротких звонках работают. То есть ты где, я иду и подхожу, и это уже как-то вдоль секунды какие-то. Ну, я хочу сразу сказать, что мы работаем в соответствии с законом о связи, который принят Российской Федерации, и там звонки до трех секунд не тарифицируются. Это чтобы вы знали. Три секунды не тарифицируются? Да, три секунды не тарифицируются. Поэтому если за три секунды... А десять секунд, это считается как минута? Ну, такие условия тарифного плана. То есть если через десять минут, вот ты говоришь до конца свою минуту, да? Наверное, да. Так лучше будет. Но все равно за это деньги будут брать. Хорошо. Что нам делать с интернетом в плане того, чтобы он был просто, если уж платим такие деньги, 2100 рублей, чтобы он был качественным? Ну, давайте так. Я приведу тоже цифры опять-таки, да? Что нам удалось за последний год сделать? Рынок Южной Осетии, мобильный рынок, тот, с которым мы работаем, он достаточно насыщен. Мы активно развиваемся, начиная с 2009 года. И вот уже шесть лет, как идет активное развитие, оно постепенно затормаживает, потому что основные мощности мы запустили. Сети трех поколений работают в республике уже на протяжении последних двух лет. Но с качеством мы тоже очень хорошо работаем. Я просто простые цифры приведу. За последний год количество пользователей интернета выросло всего на 7% в республике. То есть это называется насыщение рынка, да? При этом трафик был скачен за первое полугодие 2015 года более 500 терабайт, что в два раза выше, чем за аналогичный период 2014 года. То есть всего на 7% больше абонентов скачали трафик в два раза выше. Это невозможно без качественного скачка в сети. Это то, во что мы вкладывались и продолжаем вкладываться. Поэтому вот еще одна цифра. Мы постоянно сравниваем себя с регионами Российской Федерации в части качества. Средняя скорость у нас сегодня 3G сети 1,2 мегабита в секунду. Это тот же уровень, что мы наблюдаем сейчас, например, в регионах Северного Кавказа. То есть говорит о том, что у нас некачественный интернет, я бы не стал. Если у нас локальные какие-то проблемы, да, конечно, есть. И мы с ними работаем. Но опять-таки еще одна цифра, которую хочу озвучить. На текущий момент за неделю мы получаем одно обращение в наш контактный центр, либо к нашим специалистам на 4000 пользователей. Вот такая вот есть цифра. И могу вам сказать, что мы иногда выглядим либо на уровне, либо лучше, чем аналогичные регионы Северного Кавказа опять-таки. То есть вал обращения нам не поступает на качество. Да, есть какие-то локальные проблемы. Здесь, пожалуй, я 3 озвучу основные, если уж так вдаваться в подробности. Потому что я уверен, что и звонить нам будут по этому поводу. Да, конечно. Да, конечно. Я к этому готов абсолютно. Но, пожалуй, вот 3 основные вопроса. Это скорее такие... Во-первых, это минусы технологии. Мы работаем по беспроводной технологии, и гарантия доставки сигнала, она в принципе не предусмотрена. При таких условиях, да. Абонент может находиться на улице, абонент может находиться на 8 этаже здания, абонент может находиться в подвале. И все это накладывает свои отпечатки на качество сигнала и прочие факторы. Это такие вопросы технологии. Как мы их решаем? Мы строим базовые станции, расширяем базовые станции. Следующий момент. Это, конечно же, какие-то технические неисправности на нашей сети. О них мы узнаем либо из аварийных сообщений, которые к нам поступают технологических, и реагируем на них. Либо от обращения абонентов, опять-таки. Здесь мы работаем, здесь мы в силах что-то делать. То есть, например, все было хорошо, стало что-то плохо, и мы, естественно, реагируем на это. И третий момент, который я хочу тоже озвучить. В последнее время мы очень много сталкиваемся с тем, что проблема находится на стороне клиента. О чем-то речь идет. О том, что, например, ноутбуки, компьютеры, они зачастую не обслуживаются должным образом. Какие-то есть антивирусы, а то и 2 и 3, которые конфлиструют друг с другом. Из-за этого модем некачественной работы либо устаревшее оборудование используется. То есть здесь тоже. Но здесь, извините, мы бессильны, потому что прийти к каждому в дом, да. Просто я почему об этом говорю, потому что мы очень часто с этим сталкиваемся. Я в таких случаях советую обращаться к мастерам. У нас есть несколько магазинов в городе, да, специализированных. Ребята помогут в случае чего. Если к нам приходят с ноутбуком, мы видим, что там есть какая-то ситуация, мы рекомендуем кому-то пойти разобраться с этим. То есть это все моменты, да? Олег Борисович, у нас вот СМС-сообщения уже пошли, и я думаю, что они будут еще пополняться. И давайте вот пока ведем к тем вопросам, которые вам пришли на ваш сайт, и которые мы хотели бы тоже озвучить. Вот интересный такой вопрос. Почему не подключается интернет за 550 рублей? Как его подключить? Ну, на самом деле, услуга эта доступна, и как его подключить, можно узнать либо по телефону 0500, либо в наших офисах, либо на нашем сайте официальном, ассетия.мегафон.ру. И там всю эту информацию можно узнать. Единственное, здесь, возможно, в чем причина, как я могу предположить, да? Массовых обращений по такому жалобу мы не получали, чтобы вот у всех нас с вами не было подключения этой услуги. Возможно, просто у абонента действует еще какая-то подключенная услуга, на ней закончился трафик, но в течение месяца, пока эта услуга действует, подключить новую опцию нельзя. Эти ограничения раньше наклалывались технически. Сейчас мы переходим на обновленную платформу, и я думаю, что мы этот вопрос решим в течение двух месяцев. В ближайших, и возможно, будет подключать новую опцию до истечения срока ранее подключенной. Покупаю интернет 13 гигабайт, но редко удается использовать интернет, становится замедленным. В июне, в первой декаде месяца, интернет замедлился. Не смогла просмотреть художественные фильмы. Потратила 3 гигабайт за месяц. Обратилась продавщица по поводу возвращения денег за 10 гигабайт. Попросила указать специалисту, чтобы он решил эту проблему. Сказали, модем неисправен, верните мне мои гигабайты. Ну, сразу хочу сказать, что, естественно, мы эти вопросы видели. Они приходили к нам на смс-номер. Мы связались с этим абонентом. Мы проверили эту информацию. На самом деле оказалось, что весь пакет 13 гигабайт был использован абонентом. Не было ситуации, что использовались только 3, и снизилась скорость. Нет, полный пакет был использован. Насколько я знаю, есть у меня информация, что мы посмотрели структуру трафика. Там обновлялись пакеты для операционной системы компьютера. За счет этого использовался большой объем трафика. Больше, чем, возможно, рассчитывал абонент. Здесь нужно понимать, да, я еще раз обращаюсь ко всем абонентам, что вопросы терминального оборудования, вопросы тех компьютеров, которые есть у всех, да, кто сейчас активно пользуется интернетом. Очень нужно за этим внимательно следить и по возможности отключать неконтролируемое обновление операционных систем, например. В данной ситуации мы разобрались, с абонентом связались, все объяснили. Эту ситуацию мы разрешили. Почему, имея 500 или более мегабайт в остатке, поступает СМС, ограничивающий трафик через 50 мегабайтов? Не готов сказать. Сейчас, опять-таки, я возвращаюсь к тому, о чем раньше говорил. Кажется, конкретный пример нужно рассматривать. Здесь мне неизвестно о какой-то системной проблеме. Обязательно после программы я возьму у вас номер телефона. Мы обязательно с этим разберемся, обещаем. Кстати говоря, очень много жалоб бывает на то, что как только деньги поступают на счет, они моментально исчезают со счета. С чем это может быть связано? Я могу сказать, что буквально вчера у заместителя директора нашей телекомпании, который положил 500 рублей на счет своего телефона, моментально они исчезли. Ну, давайте опять-таки, массовых обращений по аналогичному поводу к нам не поступает. Я уверен, что мы обязательно свяжемся с заместителем директора вашей компании и разберемся в этой ситуации. И вот тут такой же вопрос. Добрый вечер. У меня каждый день со счета падают деньги. С чем это связано? Нужно смотреть счет, нужно посмотреть подключенные опции. Давайте опять-таки обещаю. То есть, можно ли в вашем офисе получить полную распечатку того, на что были потрачены вот эти 500 рублей, которые положили на счет? И я даже более того, я очень настоятельно рекомендую делать это. Если у вас возникают вопросы о том, куда пропадают деньги, как вы считаете, да, очень рекомендую взять распечатку, посмотреть подключенные опции. Это можно сделать минимум двумя способами. Способ первый – это получить распечатку в наших офисах. Где они находятся, наверняка все знают. Это возможно сделать только в личном присутствии собственника номера и при предъявлении соответствующего документа. Это обязательно. То есть, паспорт им подойти? Конечно, да, естественно. Чтобы мы убедились, что это вы, владелец номера, и вам оформят распечатку под роспись. За тот период, который вы захотите получить. Вас также проконсультируют по подключенному вас опциям. За что? Когда были списаны средства с вашего счета? Второй момент. Сейчас очень активно у нас продвигается, и все больше и больше пользователей пользуются услуга личный кабинет. Это та возможность, когда, используя веб-интерфейс, используя ваш планшет, компьютер, смартфон, все что угодно, вы можете зайти в интернет, из дома, из любой точки, получить пароль доступа, ввести свой номер и узнать всю информацию о вашем номере, прямо, так сказать, местовая с вашего кресла. Тоже возможно там заказать распечатку, посмотреть все подключенные услуги. Это все возможно. Сейчас Мегафон российский выпустил приложение для смартфонов. Она тоже называется Мегафон личный кабинет. К счастью, мы так договорились с российским Мегафоном, и это приложение доступно и нашим абонентам. Есть возможность установить на смартфон. И там в очень удобном интерфейсе, в удобном режиме можно посмотреть ваш баланс, состояние вашего лицевого счета, опять-таки вся детализация необходимая, все подключенные услуги. Более того, возможно, и подключить услуги дополнительные, если вам необходимо, и отключить какие-то услуги. Обещаю вам, что если каким-то образом средства были счета списаны неправомощно, скажем так, за рамками вашего тарифного плана для ваших подключенных услуг, мы их, конечно же, вернем. А это реально вообще, что вы списывали вот так? Я не готов сейчас ответить. Но некоторое время назад у нас были системные сбои. На биллинговой платформе действительно там обращались, и было несколько сбоев, мы возвращали эти средства. Понятно. Почему трафик опции продлили скорость с 2 гигабайт снижен до 1 гигабайта? Ну, действительно, мы с 1 июня этого года мы поменяли условия предоставления опции продлили скорость. На самом деле продлили скорость не была одной. Действительно, была на некоторых тарифных опциях доступа в интернет была продлили скорость объемом 2 гигабайта, на некоторых опциях была полгигабайта. Ну, по техническим причинам и другим мы сделали единый. Мы сделали 1 гигабайт за 190 рублей. Понимая, что это может вызвать вопросы, а мы... Да, цена сохранилась просто. Цена же сохранилась, 200 рублей. 190 рублей, она чуть снизилась, да, но получился гигабайт. Понимая, что возникнут вопросы, мы ввели две дополнительные опции для пользователей режима, именно для тех, кто часто мог использовать такие опции. На текущий момент у нас для пользователей сетей третьего поколения имеется 6 опций на выбор. Достаточно широкий выбор. И три опции для тех, кто пользуется сеть четвертого поколения. Ну и то, что мы видим за июнь-июль месяц, мы видим, что абоненты оптимизируют свои затраты, переходят на те опции, которые максимально удобны, которые позволяют максимально сэкономить. Простой подсчет. Минимальная опция у нас для доступа через 3G-сеть стоит 350 рублей с гигабайт. Раньше, если вы хотели получить 2 гигабайта, например, опцию, следующая 3 гигабайтная стоила 550. Если вы хотели ограничить ваше потребление двумя гигабайтами, вам приходилось к 1 гигабайту 350 рублей подключать, продлить скорость половину гигабайта за 120 рублей и еще полгигабайта за 80. Итого вы тратили те же 550 рублей, что и за 3 гигабайта. Сейчас эта опция 2 гигабайта стоит 450 рублей. Посравните, да? Те же 2 гигабайта стали дешевле на 100 рублей. Простая арифметика. У нас интернет-сообщение к нам тоже приходили на телевидении, что там в селах Знавского района, в селе Жагино интернет не работает уже больше двух недель. Вот у меня здесь смс-сообщение, когда решите проблему. Село Корнис тоже не работает, интернет. Ну, не готов сейчас сказать. Давайте мы тоже возьмем этот вопрос на контроль, потому что каких-то системных аварий опять-таки у нас нет. И здесь нужно разобраться, какой интернет, да? То есть там 2G, 3G. Легович, а насколько вот фантастичный вот проект, чтобы интернет стал безлимитным за месяц? Вот сколько нужно заплатить, чтобы просто пользоваться, не доплачивать за скорость, не доплачивать там никаких там каких-то гигабайт, чтобы все это двигалось, а просто заплатить там иную сумму, да? И спокойно уже работаешь целый месяц, уже не бегая туда, что снизила скорость, это надо заплатить, это надо привести в порядок. Ну, я не готов сейчас ответить на вопрос такой, потому что, наверное, это реально при определенных условиях. А какие условия могут быть? Ну, на самом деле, всякие абсолютно разные, наверное. Но сейчас мы предлагаем услуги для юридических лиц такую, да, чтобы удобно было юридическим лицам пользоваться, фиксированным, практически безграничным интернетом, да, по технологии 4-го поколения мы предлагаем такую услугу. Но ее цена такая, что, наверное, для простых абонентов она будет не очень комфортной. Поэтому я все-таки советую... А вообще с чего складывается вот цена услуги? Цена рассчитывается, исходя из тех задач, которые ставят, естественно, акционеры компании, и, естественно, исходя из условий на рынке. То есть, как вы прекрасно знаете, мы, ну, фактически, единственный оператор, да, кто предоставляет услуги мобильной связи, мобильного интернета. Ну, и будучи единственным, наверное, мы могли бы, конечно, могли бы, да, в чисто и птически приобретенных условиях, как вы это же говорите, да, ну, так сказать, совсем не сдерживать цены. Однако понимаем, что рынок есть рынок, что есть покупательская способность, что есть уровень, там, средней заработной платы и так далее. Мы все-таки, еще раз повторю, мы сдерживаем рост цен довольно успешно. С 2011 года на базовые тарифы цены не поднимались. — Понятно. А почему вот здесь у нас вопрос появился, почему повысили деньги за продлевание скорости? — Ну, давайте так, опять-таки, это, я же вопрос ответил, это как раз идет речь о параллельной скорости. По техническим причинам там был, на самом деле, достаточно широкий набор, и для кого-то стал он дешевле, для кого чуть дороже, просто по техническим причинам мы сделали одну опцию продлить скорость для всех тарифных опций для доступа в интернет. — Еще несколько лет назад местная компания мобильной связи «Остелеком» обещала установить в разных частях города терминалы для пополнения счета на номера «Остелеком». Согласно уверениям, терминалы должны были появиться в разных частях города. Обещанные нововведения освободили бы пользователей мобильной связи «Остелеком» от возник с карточками, к тому же рабочий день терминалов не заканчивался в 6 часов, когда закрываются офисы мобильного оператора. О терминалах придется позабыть, или есть надежда, что в «Синвале» они тоже появятся? — Да, интересный вопрос. Ну, во-первых, терминалы, конечно же, не ради самого терминала. Для чего нужен терминал оплаты? Почему это удобная вещь? Потому что вы можете пополнить баланс, находясь где-то там, так сказать, не близко к офису, там, где установлены терминалы, их обычно больше, чем в офисах обслуживания. Понимая, что это необходимо делать, каким путем мы пошли. Мы приняли в себя программу развития офисов. То есть, если раньше, еще два года назад у нас был всего один офис, сейчас у нас их пять, мы стали гораздо ближе к клиенту. В наших офисах можно пополнить баланс либо приобрести карты оплаты по номиналу без дополнительных комиссий. Понимая, что важно быть еще доступным, мы открыли офис. Возможность пополнения счета в центре Схинвала, в салоне Евротел. Дальнейшие наши шаги направлены в то, чтобы делать еще удобнее вопрос оплаты. Мы не готовы были ставить собственные терминалы, но на текущий момент мы уже завершаем переговоры с платежной системой РАПИДА. Это система российская. И в основных терминалах находится в городе Москва. Следующий наш шаг – это группа компаний Киеве. Широко известная, да, пожалуй, ведущий оператор платежной системы в Российской Федерации, за рубежом, за пределами Российской Федерации. И мы сейчас уже находимся на стадии завершающих переговоров. Близки к тому, чтобы подписать договор и запустить услугу пополнения счетов наших абонентов через терминалу Киева. Следующий наш шаг – это, конечно, «Золотая корона». Компания «Золотая корона» сотрудничает с Национальным банком республики. И здесь мы тоже будем выходить к тому, что появится возможность пополнения наших счетов и скаточек «Золотая корона», который сейчас тоже находит широкое применение в республике. Что уже сделано? Все эти три проекта мы планируем завершить до конца. текущего года. Что уже сделано дополнительно? Это в прошлом году совместно со Сбербанком Российской Федерацией мы запустили возможность пополнения наших счетов через Сбербанк онлайн. Если у вас есть счет в Российском банке, если у вас есть пластиковая карта Сбербанка России, вы можете это делать. И второе – мы запустили возможность на территории северо-кавказского филиала Сбербанка пополнять счета наших абонентов через терминал Сбербанка. Сколько времени понадобится, чтобы уже это случилось? Чтобы первый терминал у любого оператора «Киеви» или «Золотой корон»? Я на определенную уверенность, что до конца года мы этот проект закончим. Сейчас мы подходим к стадии тестирования конкретно с «Киеви». Завершаем тестирование с «Рапидой». Подходим к стадии тестирования «Киеви». Первая, скорее, будет платежная система «Рапида». «Киеви» однозначно до конца года. Я дорого покупаю интернет 4G. Он часто отключается. Намеренно ли, слышала «одна минута дороже» или технические неполадки, когда они будут устранены? Давайте разделим на несколько вопросов. Да, минимум два. Первый – намеренно ли мы отключаем? Конечно же, нет. Абсолютно это не так. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу обрывов. Номер телефона мы также возьмем. Обязательно этот вопрос отработаем. Абонент обязательно получит ответ на этот вопрос. Здесь у нас есть вопрос. А этот вопрос мы уже ответили. Когда у нас республика абонента будет пользоваться настоящим безлимитным интернетом. И все-таки какая цена может быть безлимитного интернета? Если, например, частное лицо захотело, как бы вы сказали, юридическим лицам вы можете предоставлять организациям, учреждениям. Ну, человек, может быть, зарабатывает там безлимитным интернетом больше, чем он сидит где-то в конторе. У него хочется себе сделать домой безлимитный интернет. Насколько это реально? И сколько это может стоить? Ну, на сегодня мы для юридических лиц предоставляем такую услугу. 8300 рублей в месяц. 4G-Modem по технологии четвертого поколения. Абсолютно безлимитный тракт. То есть 8300 рублей. И его не надо будет увеличивать скорость. То есть он работает и работает. Да. Безлимитно. Скачивай сколько хочешь, чего хочешь. То есть это уже нормально. И это можно установить. То есть частное лицо не может это сделать. Мы заключаем договор с юридическими лицами. Я понимаю, но чтобы, например, человек сделав себе дом, он должен сделать юридическим лицом или как? Индивидуальный предприниматель. Это тоже возможно. Конечно, это же юридическое лицо. Понятно, но что-то непонятно вот в этом ситуации. Почему именно частное лицо не может, а юридическое может? В чем разница? Здесь есть определенные правила, скажем так. Правила документального оформления? Или в чем это зависит? Там набор правил. То есть примите как должно, наверное, как данность. То есть вот сейчас мы работаем с такими условиями. А куда можете перейти уже на частный сектор? Ну, я бы не стал прогнозировать. Наверное, не в ближайшей перспективе. То есть до конца года это невозможно? Я никогда не говорю невозможно. Возможно. Но нереально, да? На сегодня мы это не планировали. То есть это не планировали, да. Почему модем 4G через определенное время переходит на 3G? Это обман потребителя? Ну, давайте так. Так, вернемся опять-таки к настройкам вашего компьютера. Если у вас есть сигнал 4G, то и вы используете модем в компьютере, в ваших силах в настройках модем установить принудительно, работать только в сети четвертого поколения. Никакую сеть 3G в модем переходить не будет. Не может быть. Пожалуйста, сделайте это. Да, но модем, если у него в настройках модема установлен свободный переход между сетями по различным причинам. Опять-таки это свойства технологии, технологии передачи данных. Модем может как в 2G выйти, да. То есть где-то ослаблен сигнал, вы перенесли ноутбук в другую комнату и так далее. Причины разные могут быть совершенно. Элементарно закрыли окно или еще что-то. Если вы принудительно в настройках модема поставите только 4G, то модем будет слушать вас и останется в сети 4G принудитель. Олег Борисович, вы каким самым опцией пользуетесь сами? Ну, у меня самая широкая опция. И я... Это 30 гигабайт за 1100 рублей. Самая широкая опция, потому что действительно я привык постоянно быть на связи, постоянно быть онлайн. Но, естественно, я где бы ни находился, я всегда тестирую качество связи. Вот, например, когда я пришел сюда в студию, я протестировал сеть третьего поколения здесь, потому что четвертое поколение, оно по определению лучше качества. Здесь протестировал, но вот 7 мегабит в даунлинке, то есть, да, на планшет, и 2 мегабита в оплинке. Результат удовлетворительный. Наши звукорежиссеры мне подсказывают в ухо, что в данный момент никто не может до нас дозвониться. Не готов сказать почему. Не готов сказать. Пробуют, но срываются звонки. Не могу сказать сейчас. Сейчас нахожусь здесь. Ну, это понятно. Просто я думаю, что ваши люди тоже смотрят нашу передачу сейчас. У нас прям эфир. Может, они примут какие-то для того, чтобы кто-то дозвонился на нас. Потому что сбой идут у нас по звонкам. Вот такой звонок. Когда на территории республики заработают остальные виды связей, как в Российской Федерации, но это уже, по-моему, не в вашей компетенции. Да, я бы не стал отвечать на этот вопрос. Прогнозировать здесь тяжело. Пока не заработали, поэтому какой-то прогноз. Потому что, конечно, население очень сильно интересует опять тот же вопрос, когда наконец появится то оптоволокно, о котором очень много говорили. Имеется в виду, что вот оно придет уже в каждый дом, и спокойно можно уже пользоваться интернетом и безлимитным, и более качественным картинкой. Но я думаю, что это не компетенция мегафона Южной Осетии. Действительно, мы этим вопросом не занимаемся. Это правильно. Скажите, пожалуйста, вот в ваших офисах, которые открыты сейчас по всем местам, практически сколько человек работает в вашей компании сегодня? По штату? В совокупности у нас работает порядка 80 человек. Каким образом вы отбираете туда? Ну, по совокупности качества, скажем так, насколько человек подходит в эту работу. Изучаем резюме, проводим собеседования по-различному. Ну, то, что принято делать при наборе на работу. То есть, как бы вы уверены в том, что эти люди просто компетентны в той работе, которую они делают? Ну, как можно быть уверенным в людях? То есть, для этого нужен определенный опыт. Конечно, когда мы принимаем человека, мы еще не имеем обычного опыта с ним сотрудничества. И какое-то время после этого мы оцениваем его работу. А вот у вас, можно сказать, такая компания, которая может без определенных разговоров уволить человека? Ну, не совсем понимаю, с чем связан этот вопрос. Ну, в смысле, например, что вот может быть такое, что пришел человек и пожаловался на грубое отношение к тому, что... Ну, да, ну, такие ситуации у нас были. И, конечно же, в каждой ситуации мы разбираемся. То есть, ну, просто так огульно взять и увольнять, конечно, мы так не поступаем в большинстве случаев. В каждой ситуации мы разбираемся, стараемся найти с абонентом компромиссы. У нас довольно успешно получается в некоторых вопросах. Но вот сказать о том, что мы просто беспричинно кого-то увольняем, либо очень быстро, я бы так не говорил. Вот вас приглашают уже в село Жагина. Протестируйте здесь интернет, убедитесь, что его здесь нет. И займитесь решением проблем. На следующей неделе я туда приеду, обещаю. Скажите, а вот почему прогрессивный интернет начальный в линейке, медленнее, чем у российского мегафона в два-три раза по той же позиционируемой скорости? Я не совсем понял вопрос. Почему прогрессивный интернет дайте начальный в линейке медленнее, чем у российского мегафона в два раза при той же позиционируемой скорости? Я не совсем понял, что такое медленнее. Не готов сейчас сказать. На всех тарифных опциях, которым предоставляем, скорость ничем не ограничивается. За исключением того момента, когда оппонент выбирает весь объем по опции, и, конечно же, после этого происходит ограничение скорости. Вот такой интересный вопрос. Почему ко мне попадают звонящие на другие номера, не только местные, но и из других регионов? Тяжело ответить. Видимо, ошибаются номера. Ко мне тоже периодически ошибаются номера. То есть, так вас бы и не могли, да? Но до сих пор не наблюдалось. Ну, уже мы насчет этого поговорили. Жарина у нас везде присутствует, потому что я думаю, что вам он уже срочно выезжает туда. Однозначно. Я обещаю, что на следующей неделе это так. Да, потому что у нас и смс-сообщениями идут, и на ваш электронный адрес они приходили тоже. Уже, по-моему, два раза. И я думаю, что там люди на самом деле нуждаются в этом интернете. Олег Борисович, средняя заработная плата, которая есть в ваших сотрудниках? Ну, вопрос скорее такой из области коммерческой тайны. Ну, она, я скажу сразу, что она не запредельно высокая, скажем так. Она на уровне зарплаты Республики Южной Сети. То есть, она не выше? Не выше. В этом плане, да? Я почему спрашиваю? Потому что очень много бывает желающих поступить к вам на работу. Вот какие нужны, какие вы предъявляете условия для того, чтобы вы приняли человека на работу? Ну, в первую очередь, конечно же, желание человека работать у нас. Потому что мы, бывало, сталкивались с тем, что мы принимали человека. Но проходил какое-то время, и сотрудник отказывался от работы. Часто это происходит именно, так сказать, на нашем фронте, что называется, на нашей точке общения с абонентами в наших офисах. Потому что, действительно, работа у наших специалистов достаточно напряженная. Это постоянный поток обращений, постоянный поток просьб. Нужно знать достаточно много информации, и нужно, естественно, уметь общаться с клиентами, где-то и гасить конфликтные ситуации. Уважаемые телезрители, просто я обращаюсь к вам, потому что очень много вопросов повторяются. И на какие-то вопросы мы уже давно, в самом начале нашего разговора уже дали в ответ. Почему в Владикавказе это не дешевле, а у нас дороже? Да, и скорость слабая. То есть, иногда почему отдаются эхом наши слова в телефоне? Это технический аспект, абсолютно эхо. Здесь, скорее, будут две причины. Ну, как могу сказать, как человек, который поверхностно знаком с этой темой. Первое – это сам мобильный телефон. Ну, такие вещи были распространены в то время, когда были популярны модели раскладушки, так называемые, если вы помните. То есть, если микрофон очень чувствительный, если настроен громко наушник телефона, то это просто слова сказанного повторялись в микрофон. Второй момент. Раньше это было так. При звонках с городских сетей на мобильные есть определенные технологические моменты, которые создавали эхо. Но здесь я не готов дальше прокомментировать. Скажите, пожалуйста, у вас совершенно недавно появился новый, как бы, тарифный план, который называется «Теплый прием». Это у вас? Нет, у нас нет тарифного плана «Теплый прием». Это в Владикавказе появился, как говорится? Возможно, в российском. Какие у нас тарифные планы новые, вот в этом году, которые у вас появились? Мы запустили тарифный план «Универсальный». Чем он отличается от других? Это, ну, первое наше пакетное приложение. За 550 рублей в месяц вы получаете набор минут и мегабайтов интернета. Вот, пожалуй, наша, так сказать, первая пробная модель, которую мы сейчас прощупаем на рынке. Не могу сказать, что он получил широкое распространение. Скорее всего, в ближайшее время мы будем его дорабатывать каким-то образом, чтобы делать более привлекательно. За 550 рублей вы получаете 400 минут общения внутри сети. 400 минут внутри сети? 400 минут, да. За 550 рублей 400 минут. Первое – это 400 минут внутри сети. 100 минут, простите, на российский мегафон. 50 минут на других операторов России. Вы получаете 50 смс. Это все в один пакет. И почти гигабайт интернета на месяц. Это все за 550 рублей. Для некоторой категории этот тарифный план достаточно удобный. Мы собираем обратную связь, узнаем. Те, кто к нему приходят, действительно абоненты, которые достаточно много употребляют наших услуг, они переходят и видят, что действительно это достаточно выгодное предложение для них. Какие услуги есть у вас для тех же ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров? Или таких услуг нет? Как таковых отдельных услуг нет, но все наши ветераны, они подключены на специальный тариф. Он называется «ветеран». Там определенные льготные условия, которые позволяют очень дешево, даже выгодно, очень дешево общаться с своим близким. Почему так часто блокируют сим-карты, особенно после приезда из Северной Осетии? Я не готов сказать, потому что здесь опять-таки нужно смотреть конкретный пример. Давайте, да, все эти вопросы, которые сейчас задаются по конкретным абонентским номерам, конечно, мы их после нашей встречи обработаем. Дадим ответ, конечно. В этих вопросах, опять же, вот эти технические моменты, которые просто нам дадим. Да, но сейчас мы, конечно же, не дадим прямой ответ. Точные моменты мы не можем дать. Скажите, пожалуйста, вот тарифный план универсальный, это последний тарифный план, который в этом году у вас есть. Помимо этого, какие еще есть тарифные планы, которые вы хотите до конца этого года как бы предложить уже покупателям? Как таковых новых тарифных планов мы не планировали вводить на рынок, но мы постоянно работаем скорее с опциями, которые позволяют оптимизировать затраты как на простые голосовые звонки, как на СМС, так и на доступ в интернет. Простой пример, на текущий момент у нас полностью безлимитное общение внутри сети стоит 500 рублей в месяц. Раньше она стоила 700, в прошлом году мы решили эту тарифную опцию и сейчас за 500 рублей в месяц, как опция к тарифному плану существующему, да, вы можете полностью безлимитно общаться внутри республики. Есть тарифная опция, которая позволяет безлимитно в течение месяца отправлять СМС. Она стоит 300 рублей. Ну, давайте просто простую арифметику включим. Если один СМС стоит рубль 10, то если вы отправляете хотя бы 10 СМС в день, то есть 300 СМС за месяц, да, для вас такая тарифная опция, она уже выгодна. Вы подключаете и вы не считаете вообще СМС. То есть базовый набор каких-то вот тарифных планов и стоимости на этих тарифных планах мы оставляем без изменений, не планируем их поднимать, а вот уже с помощью опции мы предлагаем нашим абонентам работать с оптимизацией затрат на мобильную связь. Баланс невозможно проверить с первого раза, набирать команду приходится раза три. Не сталкивался с такой ситуацией, отработаем обязательно, проверим, обещаю. На номер администратора попадают, вот звукоречисторы мне говорят, а на номер студии не попадают. Вот как и нам объяснить, потому что... Тяжело это прокомментировать, наверное, на самом деле. То есть, имеется в виду опять той связи, которую мы говорим, чтобы сюда могли смогли дойти. Потому что, что происходит со связью, пока непонятно. Мне тоже пока нет. Потому что как-то не очень-то этично получается. Здесь скорее не вопрос этики, если вы намекаете на то, что мы специально заблокировали ваш номер. Нет, наоборот, я говорю о том, что мы сидим с вами здесь, говорим и ждем звонков, а как-то вот... Пожалуйста, дорогие абоненты, я к вам обращаюсь. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что спрашиваете. По возможности отправляйте смс, по возможности обращайтесь в наши офисы с любыми вопросами, которые вас интересуют. Это заходите на наш сайт официальный, осетия.мегафон.ру. Звоните нашим операторам по номеру 0500. Все вопросы, которые вас интересуют, мы обязательно ответим. Да, еще такой вопрос, когда в ваших же офисах, сервисных центрах, которые у вас есть, будут установлены кассовые аппараты, чтобы по чеку просто прийти проверить, что вот я деньги положил на что-то, а деньги не поступили, деньги были списаны. Сегодня, если вы хотите получить подтверждение получения вашей оплаты, вы можете потребовать или попросить у наших специалистов товарный чек, который они вам с удовольствием заполнят и выдадут. Это будет подтверждение вашей оплаты. Что касается кассовых аппаратов, скорее всего, мы их внедрим с 1 января следующего года. Потому что даже в терминалах она же выходит, чтобы после этого проверять можно будет, когда на технике поставить, чтобы можно было проверить. И хотелось бы поговорить о вашей благотворительной компании, потому что говорить о технических проблемах, говорить о том, что Мегафон дороже, все-таки Мегафон делает благотворительную компанию. Буквально недавно был даже организован выезд детей в Сочи, где они играли в футбол, об этом мы знаем. И хотелось бы просто, чтобы вы рассказали сами о тех благотворительных акциях, которые делает Мегафон в нужной сети. Да, спасибо. Конечно, мы принимаем активное участие в социальной жизни республики. В этом году состоялся юбилейный, 10-е соревнования. На Кубок Мегафона «Будущее зависит от тебя». Они традиционно проходят в Сочи. И в этом году уже третий раз команда от Южной Осетии поехала с нашим участием. Мы ей помогли организовать эту поездку. И команда поехала в Сочи для того, чтобы принять участие в этом чемпионате. Надо сказать, что в этом году чемпионат был особенный. Были уже команды из Китая, были команды из Казахстана, были команды со всей России. И очень такое представительное мероприятие. И должен сказать, что нам очень приятно, что наша команда заняла второе место. Команда сборной республики, сборная домов и тернатов, заняла второе место в очень упорной борьбе. Ну, практически, там, немножко не хватило нашим ребятам. Но я уверен, что каждый год наши ребята показывают все лучше и лучше результат. И, что называется, абсолютная победа. Мы не загораем. За это, конечно, нашим ребятам огромное спасибо. Помимо этого, мы принимали часть в других спортивных мероприятиях. Мы помогали команде по баскетболу в этом году выезжать в Владикавказ на соревнования. Различные другие спортивные мероприятия спонсируем, насколько это возможно. Но все-таки наши, конечно, акценты. Мы получаем много заявок на помощь от разных организаций. Но, в первую очередь, мы следуем тем принципам, который, значит, для нас, пожалуй, делает российская компания «Мегафон». Поскольку мы работаем под брендом «Мегафон», то это, в первую очередь, спорт и детский спорт. Вот такие два основных направления. Надеемся, что в этом году будет продолжение программы, которую делает телекомпания «Сияние звезд». И если она будет продолжаться, то мы, конечно же, обязательно примем участие. Не оставляем без внимания наших пенсионеров, наших ветеранов. Традиционно 9 мая мы пополняем баланс на 500 рублей. Каждому ветерану, помимо того, что наши ветераны пользуются отдельным специальным тарифом, тоже помогаем им быть ближе друг к другу. Какие еще предстоят у Вас благотворительницы до конца этого года? Потому что, учитывая опять, что 25-летие республики, и помимо этого еще есть большой традиционный праздник всех народов, всех времен, это Новый год. Ну, если брать такие мероприятия, как Новый год, то, конечно же, мы обычно устраиваем акции на скидки на абонентское оборудование, скидки на подключение традиционно. Естественно, все это будет. Буквально недавно у нас прошла акция по замене модемов. Если брать наши, так сказать, инициативы, любой желающий мог принести старый модем, обменять его на современный. Еще чуть позже была акция, когда при подключении двух новых опций мы продавали модем за 1 рубль. Она тоже вызвала огромный интерес со стороны наших краев. А вот эти акции будут еще? Конечно, обязательно. Мы будем проводить такие акции и в Леи Республике, и к Новому году. И не забудем про благотворительность нашу. Обязательно это я обещаю. А когда можно микрофон организовать в Южной Осетии? Уже такого же, как футбольного турнира? То есть не высылать ребят отсюда, а вот здесь организовать, что к нам приехали. Ну, давайте мы обсудим нашими российскими партнерами эту возможность. Я сейчас не готов сказать. Потому что одно дело, конечно, когда ребята отсюда въезжают, но другое дело устроить праздник в Южной Осетии, когда приедут сюда. И это может быть и футбол, и другое что-то по спорту имеется в виду. Возможно. Как бы вот в этом плане, чтобы уже под вашим брендом, под брендом Мегафона это все сделать. Я думаю, что площадки уже могут позволить нам, учитывая, опять же, что есть у нас и стадион, и центр Алины Кабаевы вот-вот откроется. То есть где и провести, это есть уже в этом плане. То есть можно будет это планировать у вас? Мы предложим это организаторам и посмотрим на их реакцию. От нас не отстанут. Я вас прочитаю сразу. В деревне Жарвина не только нет интернета, но и со связью проблемы. Ранее такого не было. Просим ваше внимание. Принято. Добрый вечер. Когда-нибудь в селе Хаджиавского района появится 3G, и если вы не в состоянии ответить, сделать, то кому обратиться, кто сделать? А 2G нельзя назвать интернетом, я думаю. Назвать интернетом, услышать точный ответ. Я дам точный ответ. Мы планировали установку базовой станции третьего поколения, то, что мы называем 3G, в ХВЦ в текущем году. Однако, как не грустно об этом говорить, на нас сказались некоторые политические моменты, которые сейчас происходят в мире. Не секрет, что то оборудование, которое мы используем, оно не производится в Российской Федерации, к сожалению. И мы закупаем оборудование у западных производителей. Но, если раньше мы находили пути поставки этого оборудования, то в этом году так сложилось, что все наши инициативы по приобретению оборудования, по развитию сети, они были заблокированы. Санкции? Ну, можно так назвать, да, это санкции. Наверное, здесь как-то и сыграло свою роль какое-то осложнение политических ситуаций, но факт остается фактом. На текущий момент мы не можем закупать оборудование для расширения нашей сети. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Почему на территории села Бекмар Знавовского района отключили 3G? Можно в день на 2 минуты зайти в интернет, а потом весь день не работать. С чем это связано? Ну, да, мне известно об этой проблеме. Как раз, наверное, я ответил на этот вопрос минуту назад. Вышло из строя оборудование. Нам пришлось его снять, чтобы ремонтировать. А мы в текущий момент в этих ресурсах ограничены, опять-таки, по вот этим причинам. Сейчас говорить о точной дате, когда мы сможем это сделать, я сейчас не готов. Опять-таки, вот, когда эта ситуация разрешится, мы сейчас ищем пути выхода через наших российских коллег, через главный офис Мегафона. Общаемся с представителями производителей этого оборудования. Но пока конкретных дат и шагов выхода мы пока не получили. Добрый вечер. Нельзя ли убрать ровный, как было раньше? То есть, выезжая на территорию России, не подключать никаких услуг? Ну, давайте так. Как было раньше, это, видимо, речь идет о так называемой восьмерке. Да. Я думаю, что, наверное, говорить о том, что это никогда не случится, я не буду, да, но на текущий момент все-таки мы отдельный оператор, мы отдельное государство. Российский Мегафон – это отдельный оператор, это российское государство. Всегда существует цена международного роуминга. Более того, та опция, которую мы себе предлагаем для наших абонентов, и она взаимная, и предлагается абонентам кавказского филиала Мегафона, это опция соседней страны, условия просто эксклюзивные. Нигде таких условий, которые предлагает эта опция, но их просто не существует. Более того, для наших абонентов без опции стоимость роуминга гораздо ниже, чем, например, для абонентов того же российского Мегафона у нас в Южной Осетии. Это просто говорит о том, что мы прекрасно понимаем всю связь именно с Российской Федерацией, нашей республики, и всегда идем навстречу, пытаемся выработать компромиссное решение. И вот такой интересный вопрос. Почему номера абонентов своевольно подключают платные услуги и сажают на минус? Кто за это ответит? Сколько это будет продолжаться? С уважением. Ну, давайте так. Я давно не слышал о таких вопросах, потому что какое-то время назад это существовало, но в России было ужесточено законодательство, и мы с ним тоже работаем, с соответственно, в области связи, и операторы мобильные занялись тем, чтобы очень плотно, да, чтобы избежать этих ситуаций, максимально избежать. Если есть конкретно подключенная услуга, самовольно как-то подключенная, это, скорее всего, наверное, какой-то услуг контент-провайдера какого-то, потому что, ну, мы сами никаким образом услуги не подключаем. Поэтому давайте, я обязательно возьму номер, прошу вас после передачи все это передать нам, и мы свяжемся с абонентом уточнением эти вопросы. Да, и тут вопрос опять поступил к нам. Почему гигабайт стоит дороже, чем во Владикавказе? Кто владеет мегафоном и где зарегистрирован мегафон? У меня есть в виду Южная сеть? Мегафон Южная сеть, юридическое название ЗаОС целиком, ЗаОС целиком зарегистрирована в городе Схимвад. Это вообще известный факт. Ну, а тот, кто владеет, вы уже сказали, 75%. Да, 75% контролирует российский мегафон. Это проведет просто. Российский мегафон – публичная компания. Это публичное акционерное общество. По закону об акционерных обществах, такие компании обязаны опубликовать отчетность годовую, бухгалтерскую отчетность. Если вы посмотрите это официально на сайте, в интернете, если вы зайдете и посмотрите отчет годовой мегафона, хотя бы за 2014 год, вы увидите, что там написано, что российский мегафон на 75% контролирует ЗаОС целиком в Южной сети. Это очень просто проверить. А остальные 25% – это государство? Это государство, да. Когда хочу проверить баланс, то выдают неполадки подключения или неверный код MMI. Да, я помню, что аналогичный вопрос уже был, обязательно проверим, пока не сталкивался с этой ситуацией. У нас практически осталось несколько минут, и просто, Олег Борисович, у вас есть возможность просто обратиться к своим абонентам всем, чтобы по каким вопросам можно обратиться в ваш офис непосредственно, то есть как можно решать все проблемы, которые могут возникнуть у ваших абонентов. Да, большое спасибо за эту встречу, за то, что предоставилась еще раз такая возможность ответить на ряд вопросов. Вопросы были достаточно интересные. Но еще раз хочу подчеркнуть, что если вы сталкиваетесь с проблемой с качеством связи, обязательно обращайтесь к нам, потому что мы приложим все усилия для того, чтобы эти вопросы все снять, помочь и вам, и нам решить эти проблемы, потому что мы, естественно, заинтересованы в максимальной доступности услуг, в максимальном и качестве, наилучшем качестве. И все, что необходимо, мы для этого делаем. Я несколько раз сегодня услышал про Знавурский район, обязательно обещаю, что на следующей неделе я там появлюсь, мы все на месте выездим. То есть село Жаргина, село Корни, село Бехмар, они здесь расписаны полностью? Верхний дван, то есть практически вот эти моменты надо просто проверить. Что касается обращения к нам, это можно сделать несколькими способами. Первое, это позвонить на 500, это прямо с вашего телефона, это бесплатный вызов, вам ответят колл-центры, вы сможете оставить ваш вопрос, вашу заявку, если вы сразу не сможете получить ответ, с вами свяжутся позднее, когда, так сказать, ваш запрос будет отработан, обработан. Второй момент, это вы можете получить консультацию, либо какую-то информацию, либо оставить ваше обращение в наших офисах, которых на текущий момент насчитывается 5 в республике. Третье, это все ваши информации о наших предложениях, о наших тарифах, об их условиях полностью, вы можете получить на нашем сайте. осетия.мегафон.ру. Там все есть абсолютно. И если что нужно будет, я просто в дополнение к вашему разговору, что если какие-то у вас сомнения по тому, как были использованы ваши деньги, с паспортом можно купить и получить распечатку, где можно все посмотреть. Конечно, да. Если вы имеете доступ в личный кабинет, вам комфортно так сделать, вы можете загадить распечатку, посмотрите. Если у вас возникли вопросы, приходите в наш офис, мы вам поможем разобраться. У нас бывают случаи очень редко, когда мы действительно, ну это технически чисто причины, когда мы каким-то образом происходит списание, недостаточно контролируемое, естественно, мы эти средства возвращаем. Вот один из последних вопросов. Если из-за санкций нельзя закупить оборудование для сети, то как понять рекламу мегафона по федеральным каналам, где говорится, что за 2014 год им было установлено 16 тысяч амталь. Ну давайте, во-первых, мы говорим о российском мегафоне. Это первое. А то, что я говорил, я говорил о ЗАУС-Телеком, юго-эстинском мегафоне. Здесь нужно различать. И надо сказать, что наши партнеры в Абхазии, они тоже оказались в такой ситуации. Российский мегафон сотрудничает с производителями оборудования, и это позволяет ему развивать свою сеть очень активно. Российский мегафон фактически является признанным лидером мобильным интернетом в России. Это вот первая часть вопроса. Да, еще раз. Российский мегафон – это российский мегафон. ЗАУС-Телеком – это ЗАУС-Телеком. Санкции коснулись скорее больше нас. Второй момент. Речь, конечно, идет о 2014 году. В 2014 году мы развивались. Мы построили несколько новых санкций четвертого поколения, третьего, второго. Расширили сеть. Санкции коснули нас непосредственно. Коснулись в 2015 году. И, конечно, под конец такой вопрос, как бы прямой. Олег Борисович, выезжая в Россию, всегда пользуются мегафоном или все-таки пользуются МТСами? Однозначно. Только мегафон. Только мегафон. Другие компании? Нет. У меня до сих пор с собой сим-карта сибирская. Я сам сюда приехал из Сибири. И вот уже два с половиной года с уперистью нахожусь у меня с собой сим-карт сибирского мегафона. Я по-прежнему на связи с мегафоном. Только мегафоном. За по акции получила 500 рублей. Хочу нормальную работу мегафона. А, в смысле, это, наверное, из тех... Эта акция была какая? 500 рублей вы выдавали? Давайте тоже номер... Номер остался, я надеюсь. Да, номер остался. Мы часто проводим различные акции и сейчас не готов ответить нам. На свои деньги хочу нормальную работу мегафона. Имею право. То есть, такие СМС-сообщения к нам тоже приходят. Олег Борисович, был интересный разговор. Тем более, что практически мы зачитали все буквально СМС-сообщения, которые пришли на наш портал и те вопросы, которые пришли к вам на ваш портал в электронную почту. Мы это все зачитали. Конечно, обидно то, что сегодня у нас связь не работала. И если вы хотите разобраться со всеми проблемами, давайте разберемся с нашей связью. Давайте. На телевидении иметь советы. Потому что один раз я имел, можно сказать, неосторожность высказаться против мегафона по прямому эфиру. Сказал, что вот опять мегафон нам дает связь. И сегодня глава компании мегафона здесь, и он лично видит, что связи нет. Да, это казус. Осталось разобраться в настоящих причинах. И очень хотелось бы, чтобы у нас прямой эфир, для этого и прямой эфир с нашими телезрителями, чтобы мы могли по прямому эфиру через качественную связь, имея в виду связь, у нас обеспечивается только мегафоном, общались бы с нашими телезрителями. Вот это наше пожелание от нашего телевидения, чтобы никаких вопросов к нам уже по этому вопросу. Нет, мы все сделали, у вас это не работает. Вы здесь, Олег Борисович. Принимается. Да, мы к этому плану. И напоследок я бы хотел, конечно, позволь, чтобы мегафон просто все те благотворительные акции для детей, которые делают, он продолжил. Спасибо вам за них, за эти акции. И чтобы ваш интернет работал еще более качественно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. И всем доброго вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!